Здравствуйте, дорогие зрители! Гроссмейстер Сергей Шипов комментирует для вас третью партию матча Крамник и Ронян. Сегодня Владимир одержал яркую победу, взял реванш и сравнял счет в матче. Собственно, сам матч проходит в очень хорошей творческой атмосфере. Там много гостей, много представителей средств массовой информации. Я смотрю официальный сайт, он, конечно, оставляет самые благостные впечатления. Вот мне очень понравилась, например, фотография с такими швейцарскими дудочками. Но они тоже достаточно великие, как и участвующие в матче игроки. Третья партия, я думаю, запомнится любителям шахмат и специалистам тоже. Потому что, конечно, такого необычного рисунка игры, который был сегодня, ну, довольно трудно припомнить. Начать с того, что очень необычный был дебют. Я, признаться, никак не ожидал от соперников такого. Ну, хорошо, Е4 Владимир все-таки играл примерно 10 лет назад, когда у него были неудачные попытки перейти с закрытых дебютов на открытые. Но вот теперь он достаточно удачно это сделал. Ну, вот третьего хода я никак не ожидал. Конечно, все ожидали слома Б5, что, может быть, Крамник в Испанке что-то предложит Ароняна. Ну, последовал конь С3, то есть сразу сбивая соперника со всех возможных подготовок. Теперь после кони в 6 получился вот дебют четырех коней, старая известная защита. Но Крамник перешел, в общем-то, в гибрид такой вот с вскрытием центра. И в этот момент, мне кажется, сказался тот факт, что матч товарищеский. В официальной партии, в официальном соревновании, где на кону стоял бы что-то очень-очень важное. Вот. Я думаю, что Аронян сыграл бы слон Б4. Вот как белые добиваются перевеса в варианте слон Б4, ну, например, взяли-взяли, слон Д3, Д5. Вот возникает известная структура, вот еще со времен, там, 19 века, причем, может быть, даже середина 19 века. Эта позиция настолько хорошо известна и изучена. Но я понимаю, что современные аналитики компьютера могут здесь что-то выдумать. Но, по-моему, здесь речь идет о том, чтобы какой-то микроскопический плюс для белых выдумать. А то, как сыграл Ароняна, это было сыграно на борьбу для зрителей. В общем, он выступил сегодня как шоумен. И это очень хорошо ему получилось. Итак, после слон Е3, слон Б6, ферз Д2 уже стало ясно, что борьба будет не на шутку. Потому что белый готовит длинную рокировку. Здесь, конечно, есть своя теория. Как оказалось, и я ее изучал. Вот. Не исключаю, что здесь может быть самый аккуратный все-таки ход конь Ж4 сразу. Вот. Я просто немножко подверг некоторой ревизии свои скороспелые впечатления. Там, судя по всему, ученых все в порядке. А после естественных ходов двух нулей и трех нулей, всего, значит, получается пять нулей. Вот после пяти нулей ладья И8, Ф3 возникла достаточно перспективная для белых позиция, в которой у них есть четкий план атаки. Достаточно трафаретная структура, в которой ясно, что делать. И вот здесь Ливон решил переломить судьбу индейку яркими ударами. Ну, раньше здесь встречалась Д6, а он сыграл Д5. Вот. Ну, на самом деле, и это тоже не новое, но новое последовало дальше. Итак, взятие на Д5. Конь Д5 и слон Ж5. Ну, собственно, вот здесь Ливон сумел огорошить весь шахматный мир жертвой ферзя. Причем меня поразило, как быстро он ее исполнил. Ну, здесь, в принципе, и Ф6, и конь ДЕ7, ходы, которые не проигрывали сразу, но, конечно, не за этим он огород городил. Ход Конь Ц3, конечно, ввергает партию в жутчайшее осложнение, но на беду Ароняна Крамник сегодня оказался в форме. И действовал он очень точно. И в результате получилось, что черные, на самом деле, несмотря на всю яркость их игры, всю партию боролись за ничью. Вот, причем действовал фактор материала. Просто у белых материала было все время чуть-чуть больше, и это, в конце концов, сказалось. Итак, взятие на Д8, взятие на Д1. Здесь Володя очень долго думал, и, вы знаете, компьютер здесь говорил, что, например, слон Х4, ход лучше. Но сейчас уже ясно, что слон Ц7, то есть человеческое решение Крамника, ну, кстати, довольно жадное, что очень хорошо для шахматиста, оказалось лучше. То есть слон отдает себя еще и за пешку. Вот, и после слон Ц7 здесь, конечно же, нельзя брать на Д1, там провисает первый горизонталь. Взяли на Ц6. И вот пока свернуть абсолютно невозможно черным. Конь Е3 надо играть, иначе совсем будет скучная игра. В принципе, понятно, что у черных есть одна надежда – создать контр-игру против белого короля. Но вот здесь нашелся фантастически сильный ход слон Б5. Я думаю, издалека, вот если к этой позиции идти, то здесь всякий будет рассматривать отступление коня. На Д4, видимо, плохо из-за слона Ф4. Но вот зато есть ход конь Б4, чтобы конь пошел на Д3. Но там, вы знаете, там у черных достаточно мощная контр-игра. Позвольте мне не показывать нюансы, потому что, поверьте, мне будет, что вам показать в этой партии. Итак, слон Б5 – очень сильный ход. Вот здесь уже на каждом ходу начались очень большие разветвления, и соперникам было крайне сложно обменять решение. Но они действовали как настоящие суперграссмейстеры. В общем-то, вся партия, на удивление, чистая, на удивление точная. Вот как не анализирую. Итак, БЦ. Я думаю, что ход очень приличный. Вот. Здесь был, конечно, еще и переход в то окончание. Ладья и конь против ладьи и коня без пешки у черных. Слон Ф5. Но тут форсированный вариант. Позвольте не комментировать отдельные ходы. Так или иначе, стороны занимаются чревоугодничеством. И вот возникает такое окончание. Я думаю, что при точной защите черные должны спастись. Все-таки у белых есть слабость на Ф3. Вот, достаточно активные фигуры. Но, понятно, психологическое дискомфорт. Идти на такое черными все-таки не хочется. Хочется сохранить боевой характер позиции. Ливону это удалось. Он сыграл БЦ. Слон С6. Здесь, опять-таки, слон Ф4 был ход. Вот. Но там мне не удалось найти хотя бы плюс-равно. Там все время столбик получается. То есть у белых все-таки серьезный переезд. Конь С4. Очень боевой ход. Вот. Ферзь Д4, опять-таки, агрессивно. То есть ферзь фигура, кстати, очень сильная. Когда он расположен в центре доски, стреляет в разные стороны. Атакует всех и вся. И, конечно, не так просто с ним бороться. Итак, слон Е6. Теперь выяснилось, что брать на Е8 белому противопоказано. В случае слон бьет Е8, ввиду того, что пешка А7 защищена, черные успевают сделать мощный промежуточный ход слон Е5 и прихватить шахом пешку Б2. Вот. Поэтому последовал слон бьет А8. Теперь слон Е5 уже нехорошо, потому что теряется важнейшая пешка на А7. И поэтому зато появился ход слон Б6. Это очень важно. Ферзь Д3. И, ну, вы можете мне не верить. Я сам, в принципе, себе сейчас уже не верю. Мне кажется, что это архиважный, может быть, ключевой момент всей партии. Кстати, о Ронян здесь довольно долго думаю. Думал он, шахматист, фантастически талантливый. И он действительно сомневался, сомневался. Вот надо ли брать слона на А8. У меня, честно говоря, такое подозрение, что его брать не надо было. Смотрите, какой феерический вариант. Я, собственно, приводил его в онлайне, но вердикт у меня сейчас будет другой. Мне кажется, что черные все-таки спасались. Итак, смотрим внимательно. Это очень важно. Ладья Д8. Напали на Ферзя. Ну, компьютер здесь рассматривает еще и сдачу слона на Д5. Но там получалась, во-первых, лучшая редакция для черных. Того, что получилось в партии. Ну, а во-вторых, разве Крамник стал бы так отдавать слона? Ясно, что он отошел бы Ферзем. Вот. Теперь шаг на Е3. И после отхода короля на Б1 здесь черные продолжают атаку, не обращая внимания на этого жалкого слона. Конь А3, фантастическая комбинация. Ну, здесь я не написал вариант, хотя он совершенно очевидный. Нельзя брать в виду парочки смертельных шагов. И белый король погибает. Вот. Поэтому после Конь А3 надо отступать короля 1. И черные продолжают вот это вот феерическое наступление еще и атакой на белого Ферзя. Ну, отходить на Е3 или на Е1 нельзя из-за шага на С2. К счастью, для белых находится ресурс ладья Д1. Видите, что у черных слаб король. Ну, борьба продолжается. Вот здесь, кстати, есть хороший шанс у черных еще и поживиться слоном. Опять-таки, нельзя брать на Е3. И кажется, что у черных вообще материальный перевес. Но вся беда в том, что у них висит слишком много фигур. Конь, слон, и поэтому форсированная борьба продолжается. Вместо того, чтобы спасать фигуру, черные продолжают атаковать. Ход ладья Б8 это очередная ловушка. Теперь на взятие коня последует пренеприятнейший шаг на Д4. Там ладья все-таки связана. Вот, поэтому, здесь я еще в онлайне не указал ход С3. Но теперь уже слон С1 очень сильный ресурс. И происходят размены. Ну, в результате получается достаточно простая оппозиционная ничья. Поэтому ферзь Д1 вроде бы вынуждена. Вот вы знаете, я анализировал, анализировал. И, по-моему, не существует способа здесь всерьез отклониться в сторону. Берем на Д3. Конечно, пешкой брать нельзя, потому что в этом случае слон станет на Д4 белый. Просто сдаются. Ферзь Д3. И теперь, опять-таки, слон Д4 ловушка не проходит. Потому что белые берут не слона, а коня с победой. Конь бьет С2. Вот. Такой, значит, еще очередной удар. И слон Д4. Возникает такая ситуация, что пешка Б2 вроде бы обречена. И получается, как будто, что белые должны сделать форточку для короля и играть это окончание. Но, на самом деле, там, судя по всему, получается достаточно легкая ничья. Вот. Я здесь в онлайне написал несколько тропливое суждение, что брать на Б2 не обязательно. Надо, мол, сыграть А5 и укрепиться на Б4. Но вы знаете, это фантазия. Там в следующий ход на любой продолжение черных. Ферзь С7. И там черные просто не успевают создать эту идеальную ситуацию. Когда пешка стоит на А5, слон на Б4. Это, в общем, миф. Поэтому надо брать все-таки. Слон бьет Б2. И вот теперь смотрите. Разумеется, если король отходит, то черный слон тоже ретируется назад. И получается довольно элементарная крепость. Все-таки надо брать на Б2. И вот, как ни странно, все упирается в оценку этого эншпиля. Я в онлайне рассматривал поход черного короля через Ф8 на Д6. И вот там я подтверждаю то, что у черных есть серьезные проблемы. Белый король подбегает на Б5. А затем белые начинают атаковать на королевском фланге. Выгадывая пространство. И вот потом, играя на два фланга, белые, по-моему, растаскивают оборону черных. Но, по-моему, вот сейчас, уже после анализа, я могу сказать, что, видимо, черные здесь спасаются следующим образом. Ф5. Именно такую дорожку надо образовать для черного короля. Ну, здесь никто не спрашивает. Король обязан идти вперед. Вот. Теперь основной вариант такой. Ну, король С5, да, казалось бы, самый естественный. Потому что здесь очевидно уже, что если король Д7, то белый король занимает господствующую позицию на Д5 и побеждают. Вот здесь выясняется, что черные могут просто сдать пешку А7 и запереть белого короля. Вот смотрите, как это происходит. Ф4, король С6, допустим, Ж5. Вот. Но тут Ж3 играть чревато, потому что черный проходной организует. Король Б7. И вот теперь очень важно, что у черных есть несколько запасных темпов пешкой. Значит, король приходит на С7. Ну что, у белых ходить взад-вперед бессмысленно, поэтому надо использовать свой запасной темп. Черные играют, конечно же, не А5, а А6, не торопясь. И вот теперь новая ситуация. После А6 играется А5, и ровно темп в темп черные получают вот эту самую ничейную позицию. То есть, будь в этом положении и ход, они бы проигрывали. Но ход белых, и поэтому получается ничья. Вот. Ну, вы скачаете эту базу и посмотрите здесь еще дополнительные варианты. В общем, я не вижу, как здесь белые побеждали. Мораль этой базы не такова, что, вероятно, ходом ладья Д8 Лимон Аронян мог получить шансы на спасение. Но, конечно, исполнить все, что я сейчас сказал. Но это был бы невероятный подвиг с его стороны. Я и так считаю, что он эту партию играл блестяще, несмотря на проигрыш. Итак, последовал ладья А8, ладья Е1, белые угрожают ударом на Е6. Ладья Д8, ферз Е4. В принципе, дальнейшее можно назвать аккуратной, хорошей технической работой со стороны Крамника. На самом деле, как выяснилось, все-таки черным играть эту позицию крайне сложно. Вот не у всех фигур есть опорные поля в центре. Белые пешки медленно, но неуклонно движутся вперед. Причем на королевском фланге, как оказалось, тоже черным нельзя позволять себе вольности. Ну, вот G5, то, как сыграл Аронян, ну, по-моему, все-таки сомнительный ход. Надо было играть понадежнее. G6, и после этого, к сожалению, им приходится просто стоять на месте. Например, G6, C3. Ну, и здесь какие-то прыжки на месте. Вот. И стоять, ждать, что белые, может быть, неосторожно как-то двинут пешки. Может быть, получатся какие-то объекты для атаки. Но, конечно, поверить в то, что это спасается, довольно сложно. Последовало G5. Ну, теперь уже ясно, что и на королевском фланге есть у белых ресурсы для наступления. C3, ход культурный, грамотный. Я думаю, что H6 надо было сыграть сразу. Но, в общем, ладно. Слон C5. Я уже здесь не стану смотреть некоторые рекомендации компьютера, которые, конечно, смешит. Вот. Так или иначе, Крамник в какой-то момент начал наступление. Я думаю, что ладья D5 все-таки имела здесь некоторый смысл. Потому что, кстати, я не уверен, что Крамник побил бы на C4. Вот получил бы это окончание с ладьей и двумя пешками против двух слонов. В общем, остается ощущение, что там выиграно. Но математически доказать непросто. Вот. А все-таки ладья на D5 здесь достаточно сильную позицию занимала. И, в общем, у черных здесь были некоторые контршансы. Ну, ладно. Давайте не будем углубляться в тонкости. Итак, Ливон, естественно, как он обычно делает, под цвет нот попытался осложнить игру. И это ему удалось. Но, в общем, получилось так, что эти осложнения оказались в пользу соперника. B3. То есть здесь Крамник играет замечательно. Он методично наступает. Кстати говоря, вот очень интересный момент. Здесь напрашивался ход Ферзь B5. После чего черные, видимо, несли потери. Но вот посмотрите здесь, какая ситуация получалась. Например, после КН B3, если сыграть КРЦ2. Вот. Ну, один из возможных вариантов. То после КН D4. Здесь не слон C5, а золотей E5. КН D4. Значит, взятие слон бьет D4. Здесь возникает такая ситуация, что черные получают известное окончание. Вот здесь слоны не теряются. Потому что на Ферзь D7 есть спасительный шаг слон Е4. Вот возникает такое окончание, в котором черные вроде бы создают крепость. Ну, грамотные советские шахматисты, которые читали, скажем, книгу Полугаевского «Рождение варианта», знают эту позицию. Она встретилась в партии, если я правильно помню, Полугаевского с Геллером. И вот Лев Абрамович потом писал об этом Эншпеле, анализы какие-то делал. Я так полагаю, что его анализы следует все-таки перепроверить с компьютером. Вот. Я не стал этого делать. Я предлагаю читателям самим заняться этим вопросом. Выграно ли здесь у белых. Ну, там, допустим, если план такой, чтобы короля куда-то на Е8 внедрить, в Ферзя на Е8. Ну, попробовать разрушить, в общем, эту крепостенку. Вот. Честно говоря, у меня такое вот общее замечание есть. Была бы доска не 8 на 8, а 10 на 10, то я думаю, что это была бы ничья. Но вот при доске 8 на 8 я подозреваю, что какая-то из диагоналей для слона может оказаться коротковатой и не получится. В общем, оставляю этот вопрос открытым. А последовал Ладья Е8, то есть Крамник сыграл, видимо, посильнее с практической точки зрения. Ну, отмечу, что Аронян уже здесь был в довольно сильном цитноте. И поэтому вот практических шансов удержать эту позицию у него не было. Здесь слегка точнее было Ладья Ц8. И вот в конце варианта с Ладья Ц8 я, например, нашел вот такую позицию. Ну, вот это как счастье для черных. Вот здесь, кстати, есть серьезное подозрение, что это может быть ничья. Ну, правда, по ходу дела я, конечно, не применил создать кооператив. Потому что за белых все-таки я ввел в качестве основной строчки не лучшее продолжение. Здесь вместо Кроль Ц2 лучше сыграть Кроль Б2. Но, опять-таки, это все, знаете, виртуальная нереальность. Вот, последовал Ладья Д8. В конце концов, Ливон пытался как-то скоординировать фигуру. Здесь, кстати, слон Д8 был чуть-чуть упорнее. Вот, но так или иначе белые пешки шли вперед. Вот, причем они не торопились сразу все съедать. То есть, Владимир очень грамотно здесь усиливал свое положение. В конце концов, одну фигуру пришлось отдать. Вот, после того, как белые пешки двинулись вперед. И удалось черному уничтожить одну проходную. А вот вторая осталась. Она и решила исход борьбы. Вот, причем очень неудачно для черных получилось так, что Ладья на F6 оказалась связана. Но эта позиция оказалась совершенно проигранной. Вот, здесь Ливон уже сдался. Здесь Ливон сдался. Ну, я, позвольте, покажу, как, собственно, выигрывается эта позиция. Белый король действительно подключается в атаку. И только я в онлайне написал, что он приходит на D5. Может быть, чуть-чуть точнее перевести его на B5. Вот, например, таким образом. Вся штука в том, что вот этот блок на поле C6, он не держится. Вот теперь уже угрожает. Ферзь бьет F6. Ну, собственно, черным надо ходить. Они вынуждены отступать. И вот здесь, если пойти конь C6, то белые, разумеется, пожертвуют ферзя, съедят коня и пешка пройдет в ферзи. А в случае конь C8 уже следует ферзь C7 и бедолага конь погибает. Ну, что ж, я считаю, это замечательная, очень творческая партия, которая делает честь обоим соперникам. Итак, счет в матче равный. Полтора на полтора. И нас ждет продолжение борьбы во втором круге этого матча. Спасибо за внимание. С вами был Сергей Шипов.